Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня обзор нового смартфона Infinix GT 20 Pro. Производитель позиционирует его как игровую пушку, которая может тянуть все игры на максимальных настройках и с хорошим FPS. Поэтому этой части мы посвятим чуть больше времени, чем обычно, протестируем побольше популярных игр. Все остальные тесты, конечно, также сделаем, проверим абсолютно по всем параметрам, все-таки у нас полноценный смартфон, а не игровая приставка. Садитесь поудобнее и давайте начинать. Поставляется смартфон в черной коробке, стилизованный под игру PUBG. Внутри руководство пользователей гарантия, ключик для сим-лотка, пластмассовый защитный чехол, защитное стекло и комплект для его наклеивания. Также положили подарочную карту с кодом для получения каких-то плюшек PUBG, кабель зарядки с угловым штекером и фирменный блок питания на 45 Вт. Корпус у смартфона полностью пластиковый, сзади и по бокам. Как-то не очень это вяжется с игровым решением, но не будем делать выводы заранее. И грани, и стекло полностью прямые, никаких изгибов и закруглений. Защитное стекло, повторюсь, в комплекте, учимся наклеивать самостоятельно. Блок камер состоит из трех модулей вспышки, находятся они на небольшом подиуме, выпирают не сильно. Защитным чехлом из комплекта закрываются с большим запасом. Дисплей, друзья, мне понравился. 10-битный AMOLED, 6,78 дюймов, Full HD+, разрешение, отклик 360 Гц, поддержка HDR10+, и DCI-P3. Варианты частоты обновления экрана, думаю, удовлетворят любым потребностям. 60, 120 и даже 144, плюс динамическое обновление. Яркость у дисплея хорошая, 570 нит в ручном режиме и почти 1100 нит при автоматической регулировке при ярком источнике света. И этого вполне достаточно, чтобы комфортно пользоваться смартфоном при любых сценариях, и в помещении, и на улице, и даже под прямыми лучами солнца. Может быть, конечно, хотелось бы увидеть заявленные производителем 1300 нит, но уж есть как есть. Белый цвет в порядке, хороший, под углами сильно не меняется и не имеет никаких радужных артефактов. Ну и, конечно, ШИМ давайте проверим. В смартфоне есть технология ШИМ-затемнения до 2300 Гц, и это, надо сказать, приносит свои плоды. На всех уровнях яркости ШИМ от 7 до 9%, и это на самом деле отличные цифры. Поэтому, друзья, думаю, проблем с глазами даже у людей чувствительных пульсаций быть никаких не должно. Как по мне, пока очень комфортный экран. Мультитач, понятное дело, на 10 касаний, а еще приятная частота дискретизации или по-другому отклик экрана 360 Гц, и для игрового смартфона это прям хорошее подспорье. Рамки небольшие, по бокам практически отсутствуют, сверху немного, да и подбородок тоже вполне приемлемый, я бы даже сказал, что его нет. Смотрится все это вполне неплохо. Собственные ощущения дисплея только позитивные, не нашел для себя ни одного момента в нем, до которого можно было бы докопаться. Очень отзывчивый, комфортный в использовании. Выпускается аж в трех расцветках, серебристом, темно-синим, как на обзоре, и черном корпусе. Ссылки на смартфон по минимальным ценам, конечно же, оставлю в описании к видео и закрепленном комментарии. Что по разъемам, друзья? Сверху микрофон для шумоподавления и капорт и второй динамик. Левая грань пустая. Внизу лоток для сим-карт под две симки без поддержки карт памяти. Основной микрофон, порт зарядки Type-C и основной динамик. Справа все как обычно, качелька громкости и кнопка питания. Сканер отпечатков под экраны и работает хорошо, без каких-либо проблем. Есть, конечно же, и разблокировка по лицу, и тут тоже никаких заморочек, все очень четко и быстро. Стандарт защиты, заявленный производителем, IP54. Вес смартфона 194 грамма, габариты, как всегда, вывел на экран. В руке лежит хорошо, пользоваться вполне удобно, каких-то особенностей, чтобы выделить в хорошую или плохую сторону, здесь нет. Конечно же, у смартфона есть Always-On Display, так что на заблокированном экране мы всегда увидим и время, и заряд, и все пропущенные вызовы и события. Работает неполноценно, гаснет через 10 секунд, для активации надо разок тапнуть по экрану. Ну и в настройках, конечно же, при необходимости можно и внешний вид поменять, и отображаемые элементы настроить под себя, все как обычно. А вот датчик приближения, друзья, к сожалению, виртуальный и срабатывает только от характерного движения, когда вы подносите смартфон к уху. В других положениях не работает. За неделю использования было пару раз такое, что экран включался во время разговора. Звонилка стоит фирменной от компании, записи вызовов есть без предупреждения собеседника, можно включать вручную, можно писать все подряд автоматом. Конечно же, провел 10-минутный тест качества связи в зоне со слабым сигналом. Для сравнения, справа находится, как всегда, мой Xiaomi 14. И как видим, на всем протяжении GT20 Pro стабильно держит 4G, и результат даже чуть выше у моего смартфона. Поэтому можно сказать, что со связью все в порядке, да и за неделю тестов никаких проблем ни с сетью, ни сигналом замечено не было. Еще радует, что есть агрегация частоты, значит быстрый мобильный интернет. Это здорово, два канала передачи данных, вот мы видим седьмой с вами бэнд, двадцатый, так что все проблемные бэнды, которые стоит проверять, никуда не делись. В отличие от eSIM, которой здесь нет. NFC на месте, Wi-Fi топовый и быстрый шестого поколения, 5G тоже на борту. Версия Bluetooth, к сожалению, неизвестна, у производителя данных нет, а в других источниках где 5.2, а где 5.3. Из кодеков два базовых плюс LDAC. GPS работает хорошо, спутников видит много, но подключается, сразу скажу, не быстро. Точность хорошая, два метра. Трек пишет без отклонения, пешеходный перешел правильно, далее, как мы видим, ровно по тротуару, дальше, дальше, потом еще пешеходный, и за ним еще два, все очень точно и аккуратно, молодец. Ну и подбираемся к самой главной теме, к игровой. Процессор для данного смартфона стоит отличный, Mediatek Dimensity 8200 на 4-нанометровом техпроцессе. К примеру, он же используется и в Xiaomi 13T. Одно мега-производительное ядро, три производительных и четыре энергоэффективных графический движок Mali-G610. В DUTU 10 версии аппарат набрал 930 тысяч баллов. С результатами теста Geekbench также можно ознакомиться на экране. Ну и как же без троттлинг-теста? 60 минут, 100 потоков, через полчаса аппарат начинает немного снижать обороты, но не сильно. Отдыхает и снова пахать. Средняя производительность хорошая, 329 гипс, очень добротный результат. Память в смартфоне быстрая, это отлично. Оперативный 8 либо 12 гигабайт, тип самый лучший на данный момент, LPDDR5X. Внутренний 256 гигабайт, тип UFS 3.1. Не самый топовый, конечно, но все равно хороший. Расширить оперативку можно еще на 8, поддержки SD-карт, напомню, нет. А пользуясь случаем, хочу пригласить вас на свои ресурсы. Если хотите всегда покупать различные товары по низким аукционным ценам, то обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал Скидоша, где я каждый день выкладываю отличные предложения со скидками, акциями, купонами, промокодами, как с Алиэкспресс, так и с местных маркетплейсов. И на мой телеграм-канал с анонсами всех видео, новостями цифрового мира и полезными инструкциями. Ссылки в закрепленном комментарии и в описании. Продолжаем. Ну что ж, давайте хорошенько прогоним эту игропушку и попробуем посмотреть, что там с максимальным FPS, нагревом и всем остальным. FPS будет, как всегда, сверху в красном кружочке. Начнем, конечно, с самого простого, чтобы проверить, нет ли лока FPS, как это часто бывает, Танки Блиц. И вы знаете, его нет, друзья. FPS, как мы видим, от 90 до 120 на максимальной графике с HD-текстурами. Все очень комфортно, без тормозов, поэтому давайте не будем тут долго задерживаться и перейдем к более серьезным играм. Перед этим, конечно же, посмотрим графику по танкам. Средний FPS 104, все в порядке. Ну а теперь PUBG. Тут, думаю, будут довольны любители различной графики. На минимальный нам доступно 120 FPS. Причем, друзья, и в недавних Realme GT 6 и Poco F6 Pro тоже была такая возможность. Но там через 20 минут FPS уже падал до 60, а тут нет. Я отыграл честный час, и все время было 120 FPS. Впечатление от игры честно отлично, есть, правда, один минус, давайте посмотрим на итог. Средний FPS 113, и только из-за того, что когда я выходил в меню после боя, он падал до 30, это как раз видно на динамике. А в самой катке ровный, стабильный 120. Нагрев внутри, правда, 48 градусов, а корпус нагревался почти до 49. И заряда за час ушло аж 30%, что, конечно, почти на 50% больше, чем обычно. Теперь в Blitz-режиме, друзья, еще о двух популярных шутерах. Первый это Stand-Off 2, с ним у смартфона нет никаких проблем. Отличный, ровный 120 FPS без фризов и проседаний. Правда, как вы играете в него, я не знаю. Выходишь, тебя убивают, возрождаешься, тут же еще раз, ну да ладно. Посмотрим инфографику и видим средний FPS 115, как раз об этом я и говорил. Ну и давайте посмотрим еще Call of Duty. Тут, правда, стоит какой-то лог, игра позволяет выставить 90 FPS, но ни в каком режиме я так их не увидел, даже включив производительный режим. Ровный, стабильный 60, без проседаний, без тормозов, без всего, что как раз и видно на картинке. Провалы до 30 на динамике, это, как обычно, выход в меню боя, во время катки были всегда 60. Ну и, конечно же, как же без двух тяжелейших китайских хитов, одних из самых требовательных в данный момент к ресурсам смартфона. Начнем с Ханка и Star Rail. Даже в самой сложной локации игры на максимальных настройках FPS не падает ниже 40, что является просто отличным результатом. Прибавьте сюда отсутствие фризов и тормозов, и получается действительно очень хорошо. Посмотрим картинку, средний FPS 52, и это действительно очень круто, но опять получаем нагрев почти в 50 градусов и 30% заряда за час игры, поэтому советую все-таки ставить более щадящие параметры. Ну и закончим игротес, конечно, Genshin Impact. Локации, как обычно, у меня не начальные, где всегда сразу все хорошо, а уже более продвинутые, далекие и менее оптимизированные. И тут тоже все отлично, максимально возможная графика стоит, и, как мы видим, полное отсутствие лагов и тормозов. FPS не опускается ниже 40, даже в самые пиковые моменты, с большим количеством анимаций и множеством персонажей. Графика, напомню, друзья, стоит максимальная. Глянем картинку, средний FPS 43, что очень круто, но опять же видим нагрев внутри аж до 50 градусов, да и снаружи почти 49, что, конечно же, многовато. То есть смартфон реально, как и заявлено, может тянуть все игры с отличным FPS на максималках, но если вы любите играть много, то все-таки советую использовать кулер, чтобы избегать чрезмерного перегрева. Да, друзья, еще стоит отметить, что падения яркости экрана не было, прям чудеса какие-то. Конечно же, в игровом смартфоне есть и игровой режим, в котором вы можете увеличить либо уменьшить производительность, посмотреть при необходимости FPS, если не хотите, чтобы сбрасывалась яркость, то включаем блокировку этого процесса. Также появился новый режим киберспорта, при включении которого он отключает все отвлекающие вас моменты, такие как уведомления, звонки, будильники и прочее, и наоборот включает все для максимального комфорта при игре. Также можно включить сверхвысокую частоту кадров, которые, правда, ограничивают FPS на 60, так что я этого не включал, поставить HDR-графику, которая реально становится красивее после этого, ну и, конечно же, есть обходная зарядка, чтобы во время игры питание шло сразу напрямую, избегая аккумулятор, что позволит и нагрев снизить, и продлить срок его службы. Аккумулятор в смартфоне стандартный, 5000 мАч, быстрая зарядка на 45 Вт и соответствует заявленным показателям. За 10 минут заряжается до 27%, за полчаса до 62% полная зарядка заняла 1 час, беспроводной зарядки нет. Что касается автономности, стандартный опыт просмотра YouTube 1080 на яркости 200 нит. Правильное отображение, а не так она мы не починили в 14-м андроиде, система все еще показывает полную ересь, как мы видим, 3 часа 58 минут. Поэтому обращаемся к графику и видим, что полного заряда хватило нам с 0.0 до 14.00. Соответственно, получаем 14 часов на полном заряде, что для Infinix вполне нормально. За 1 час игры, что в PUBG, что в китайских монстров, уходило по 30% заряда батареи, что, конечно, гораздо больше стандартных 20.00. Но это расплата за максимальную графику и высокий FPS ничего уже не поделать. 30 минут съемки видео 4K 60 FPS скушали 14% заряда батареи, что, конечно, тоже многовато. Работает смартфон из коробки на 14-й версии Android, поверх установлена фирменная оболочка компании XOS 14.0, доработанная специально для версии смартфонов GT. Кстати, производитель обещает 3 года поддержки обновления Android. Работает система очень быстро и без тормозов. У меня было много смартфонов на обзоре данной компании, могу сказать с уверенностью, что шустрее этого я не видел. Даже, знаете, возможно, не шустрее, а плавнее и приятнее. Как-то вкупе использование оставляет очень приятные впечатления. Все необходимые функции для полноценной работы, которые я обычно проверяю, тут есть. И разделение, и плавающие окна, и кастомизация полная, и клонирование, правда, только мессенджер, а не всех приложений. В общем, как обычно, давайте выведу на экран, можно нажать на паузу и ознакомиться. Отдельно можно выделить динамический островок. Я про него уже много раз рассказывал. Он позволит вам увидеть состояние зарядки и получить уведомления при низком уровне. Также, если вы свернете звонилку во время разговора, сверху будет активное напоминание об этом. Ну и также через него можно управлять диктофоном. С момента последнего обзора на Infinix ничего нового здесь не появилось и не поменялось. Ну и вторая фишка – это световое оповещение на задней поверхности в виде вот такой вот дуги. Пару слов расскажу об этом, что можно, а что нельзя. Кстати, друзья, если кому вот такой момент нравится с фонариками, да, то можно пользоваться прямо в чехле, потому что в нем есть специальные прорези для этого свечения. Называется это дело в смартфоне мехопетлевое освещение, будет оповещать вас индикации световой при входящих вызовах, получение уведомлений, зарядки аккумулятора и воспроизведение музыки. Цветы и ритмы этой подсветки можно подстроить под себя под каждый сценарий использования. Даже можно поставить разную индикацию на заводки от контактов и записной книжки и неизвестных номеров. Правда, как по мне, самая главная настройка во всем этом – это то, что все это можно отключить. FM-модуль в смартфоне есть, так что любители радио могут быть довольны. Вибромотор линейный, виброотклик не скажу прям, что какой-то очень супер, но достаточно комфортный, силу его можно отрегулировать под себя. Друзья, когда тестировал игры, мне звук нравился, давайте послушаем, как на видео. Субтитры делал DimaTorzok Что ж, по громкости все на стандартном уровне, сам звук не скажу, что прям какой-то вау-эффект, да, но и ничего плохого нет. Низы чувствуются пусть и не сильно, обычный хороший звук ни больше ни меньше. Если кому-то необходимо подстроить звук, то можно воспользоваться предустановленными пресетами, даже не просто пресетами, как видите, с дополнительными какими-то настройками, или ручным эквалайзером. Регулировка громкости звонков и уведомлений находится на разных ползунках, и это хорошо. Ну что ж, добрались до камеры, давайте посмотрим, что здесь. Основной модуль на 108 мегапикселей, народный Samsung HM6 с оптической стабилизацией. Хороший двухлетний модуль для среднебюджетных решений. Два остальных модуля, как по мне, бесполезные. Это двухмегапиксельный макро и такой же двухмегапиксельный датчик глубины. Что касается самих фотографий, то для игрового смартфона камера вполне нормальная, но за ту цену, по которой его продают, хотелось бы, конечно, более серьезный модуль. Хотя, как вы видите на фото с белкой, и тут тоже можно создавать шедевры. Кстати, вот такие фотографии, так скажем, с близкими объектами получаются почти всегда хорошо, и фото четко, и задний фон размывает также отлично. А вот фотографии с общим планом получаются уже гораздо хуже. По цветопередаче все, как и всегда, у Infinix. Все цвета нормальные, за исключением синего. Не всегда, но довольно часто может его очень сильно перенасыщать, делая уж совсем неестественным, не таким, как он в реальности. Поэтому, друзья, ждать, что будут получаться постоянные шедевры, точно не стоит. Все-таки смартфон в первую очередь в процессор, в игровую составляющую, и где-то уже потом там камера. Как вы знаете, YouTube качество режет, поэтому исходники фото и видео, если кому-то надо что-то более детально посмотреть или приблизить, будут, конечно, у меня в телеге, в посте с анонсом данного видео. Что касается ночных фотографий, тут, честно, мне они понравились. Для своего уровня очень даже ничего. Небо, конечно, иногда может сильно осветлять, но в остальном все вполне нормально. Ну и, конечно же, протестируем, как снимает видео. Есть все режимы съемки, даже включая 4К 60 фпс, это хорошо. Есть оптическая стабилизация, правда, толку от нее в движении никакого нет, потому что, ну, она в основном предусмотрена. Давайте пройдемся, посмотрим сразу. Она в основном предусмотрена для съемки все-таки фото в каких-то сложных условиях, где недостаток света, либо вечерний, чтобы не смазывалось. Вот для этого здесь оптическая стабилизация есть. А так толку от нее, конечно же, особого в видео нет. Цветопередача нормальная. Синий может немножечко как-то не так делать, но, в принципе, все остальные цвета более-менее. Автофокус на 60 фпс хороший. С этим тоже все в порядке. Микрофона два, поэтому голос должен писаться хорошо. Единственный ветер здесь большой, может быть, будет где-то задувать, но заодно и этот момент также протестируем. В данный момент вся съемка велась 4К 60 фпс. Повторюсь, вот та оптическая стабилизация. Есть цифровая, но цифровая, кстати, цифровая может работать 4К 30 фпс, 1080 60 фпс. Там можно включить цифровую. Сейчас этот момент давайте с вами и проверим. Итак, друзья, 4К 30 фпс. Включена цифровая стабилизация. Давайте посмотрим, есть ли от нее толк здесь или нет. Я уже проверял заранее, конечно. Есть небольшой, но все равно не такой, как это, наверное, хотелось бы. И в 1080 60 фпс, и в 1080 30 фпс цифровая стабилизация будет отрабатывать точно так же. Фронтальная камера на 32 мегапикселя, свежий модуль, правда, кроме Infinix и Tecno, его почему-то никто больше не использует. Видео пишет 1080 30 60 фпс и 2К 30 фпс. Также хочется отметить наличие цифровой стабилизации у фронтальной камеры. Дополнительные жим съемки на экране. В принципе, они все стандартные. Думаю, детально разбирать каждый не имеет смысла. Ну и прежде чем к итогам переходить, давайте в сравнении посмотрим все отличия данного смартфона от его предшественника GT 10 Pro. И их, надо сказать, довольно много. Частота обновления экрана увеличилась со 120 герц до 144 герц и выросла максимальная яркость. Стандарт защиты стал чуть выше, процессор сильнее, графический так вообще заметно сильнее. Камера теперь может снимать 4К 60 фпс, плюс появилась оптическая стабилизация. Также смартфон обзавелся инфракрасным портом, но потерял разъем для проводных наушников, что, как по мне, конечно, зря. Ну и в конце, как обычно, немного от себя. Очень, на самом деле, комфортный смартфон получился, и экран хороший с высокой частотой обновления, и по шиму порядок, и память быстрая топовая, и по играм все отлично. Когда надо, спокойно вытягивает максимальную графику, а когда надо фпс, то, пожалуйста, 120 все ваши. Но есть и ложка дегтя, так скажем, в нашей бочке меда. Нет разъема 3,5 мм, а мне кажется, что для игрового смартфона это важно. Однозначно виртуальный датчик приближения. Если планируете все-таки играть на нем много, а именно для этого производитель позиционирует этот смартфон, то лучше прикупить все-таки кулер на заднюю поверхность. И нагрева меньше будет, и автономность улучшится. Ну и, конечно, цена. Все-таки для стандартовой Infinix стоит аппарат немало. Ну, вроде все, озвучил, а решать, как обычно, уже вам. Спасибо, что смотрели, друзья. Ссылки на смартфон на мои телеграм-каналы в описании под видео и в закрепленном комментарии. Всех благов вам и удачи. Пока-пока.